Субтитры создавал DimaTorzok Между Костромой и Ярославлем рядом с селом Большие Соли стоит Никола-Бабаевский мужской монастырь. Он основан в 15 веке в месте, называемом Бабайки. Бабайки – это большие весла, которые использовались вместо руля на плотах при сплаве леса вниз по Волге из рек Шесны и Малоги. Лесопромышленники оставляли эти весла в устье реки Солоницы, где она впадала в Волгу. Бабайки складывались на берегу рядом с тем местом, на котором сейчас находится монастырь. Отсюда и название монастыря – Бабаевский. В 14 веке на одной из Бабаек, приплывших сюда, была найдена икона Николая Чудотворца. Это и стало причиной основания монастыря. Икона первоначально была помещена в тубовые рощи. Основателем монастыря считается один из учеников преподобного Сергия Радонежского, инок Иоанн. До половины 17 века монастырь был полностью деревянным. В 1719 году в монастыре случился пожар. В нем сгорела большая часть монастырского имущества и архива. Начало 20 века явилось для монастыря столь же бурным и катастрофичным, как и для всей России. Все, что создавалось веками, превращалось в груду развалин. Не обошла эта участь и Бабаевский монастырь. К началу 20-х годов богослужение в соборном храме прекратилось. На территории монастыря был организован Костромской детский дом, а затем школа сельской молодежи. Здесь же располагался совхоз «Революция», затем районный исполнительный комитет. Церковные постройки внутри монастыря постепенно разбирали. В середине 30-х годов начали разбирать соборный храм на кирпич и увозить в поселок Красный Профинтерн для строительства бани. Однако, качество и крепость стен храма были настолько высоки, что он не поддавался дальнейшей разборке. Поэтому в 1940 году решено было его взорвать. В годы Великой Отечественной войны здесь был ЭВК-госпиталь. После закрытия госпиталя здесь была детская трудовая колония, а потом детский костно-туберкулезный санаторий. В 1998 году монастырь вновь стал действующим. Его настоятелем был назначен игумен Борис Долженко. В настоящее время идет работа по восстановлению всей обители. Вновь восстановленный действует храм в честь преподобного Сергия и святителя Иоанна Златоуста. Вновь отстроенный храм в честь Иверской Божьей Матери и храм в честь святителя Николая Чудотворца. Обительским и престольным праздником монастыря является день Рождества святителя Николая Чудотворца, который приходится на 29 июля по церковному стилю или 11 августа по новому стилю. Субтитры создавал DimaTorzok